А сейчас новости экономики. С ними вас познакомит журналист отдела экономических проектов Марина Сафронова. Марина, здравствуй. Здравствуй. О чем ты расскажешь сегодня? Сегодня я расскажу, сколько стоит стать автовладельцем среднестатистическому белгородцу, почему переводить деньги клиентам других банков будет легче, когда появятся дополнительные рейсы в столицу и как получить посылку без паспорта. Обо всем подробнее. Центробанк намерен запустить свою систему быстрых платежей в начале 2019 года, сообщает газета «Ведомости». Главное удобство для граждан – возможность переводить деньги по номеру телефона, даже если счета находятся в разных банках. Марин, это действительно удобно, но ведь весь вопрос в комиссии. Банки будут платить Центробанку фиксированную сумму, а размер пока обсуждается, но есть предложение установить 8 рублей за операцию. Для сравнения, себестоимость перевода с карты на карту сейчас составляет 50 рублей, причем за это платит только отправитель денег. Если стоимость установят на уровне 8 рублей, то и для клиентов тарифы будут ниже, причем взимать комиссию будут и с получателя, и с отправителя, так как в схеме задействованы два разных банка. На первом этапе такие переводы внедрят между физическими лицами, но технология позволяет отправлять деньги и юридическим лицам, в том числе и оплачивать товары. Долгожданная новость от Почты России. Забрать заказное письмо или посылку теперь можно без паспорта и заполненных извещений, пишет газета «Визвестие». Как отмечает издание, новое правило касается всех отправлений, которые не требуют оплаты. Марина, а как же тогда работникам Почты понимать, что за посылкой пришел именно тот человек, кому она предназначалась? Для этого нужно будет завести электронную подпись. Это можно будет сделать либо в отделении Почты, либо заполнив регистрационную форму на сайте. После оформления заявления клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. При получении посылки надо будет просто назвать оператора у своей фамилии, имя и отчества или трекинг номер отправления. После этого клиент должен сообщить номер телефона. Получателю придет смс или пуш-оведомление в мобильном приложении почты с кодом подтверждения. Почты России прогнозируют, что время выдачи отправлений сократится в пять раз. К другим новостям. Чтобы стать автовладельцем, среднестатистическому белгородцу необходимо потратить 505 283 рубля. Наш областной центр занял 39 место в рейтинге, который составила редакция Тинькофф журнала. Марина, а как же тогда рассчитывать затраты тех, кто решил пересесть на автомобиль? Авторы выделили три этапа становления автовладельцам. Первый – это получить права, пройти курс обучения и заплатить госпошлину. Второй – купить машину и поставить ее на учет. Третий – подготовиться к поездке, помыть автомобиль и заправить полный бак. В качестве условного автомобиля выбрали Киарио. Это самая продаваемая машина в стране. Средняя цена такой иномарки с пробегом – 475 тысяч рублей. Марина, а как же тогда считали все остальное? Ведь и мойка, обслуживание, обучение, заправка автомобиля. Все рассчитывали по данным Росстата. Например, курсы вождения в Белгороде в среднем стоят 22 тысяч рублей. А мойка автомобиля обойдется в 396 рублей. А полный бак 95-го бензина на 50 литров можно залить за 2258 рублей. Самыми дорогими городами для будущих автовладельцев стали Нарьянмар, Южно-Сахалинск и Москва. Самыми дешевыми – столица Ингушетии Магаз, Чеченский Грозный и Дагестанская Махачкала. Еще одна новость. У белгородцев появится еще дополнительная возможность улететь в столицу. Аэрофлот намерен увеличить число рейсов Белгород-Москва. С 29 октября самолеты авиакомпании будут совершать три ежедневных рейса в столицу. Сейчас аэрофлот летает из Белгорода дважды в день – утром и вечером. Добавлен будет дневной рейс – вылет из Москвы в 10.10, из Белгорода в 12.35. Отметим, что в настоящее время шесть ежедневных рейсов из Белгорода в Москву выполняет перевозчик «ЮТЕЙР». Еще одна, еще один – авиакомпания «С-7». На этом у меня все. Смотрите «Новости экономики». Мы расскажем о самом главном. Марина, спасибо. Мы ждем новостей от экономического отдела в пятницу. И продолжаем выпуск. Продолжение следует.